Это та самая ссу, которая хотела убить мой гелик. Это та самая тварь, которая хотела забрать моего генюню. Это та самая черная дыра, с которой выливается все и не возвращается ничего. Это та самая лужа, в которую я бросаю вызов. Но если вы думаете, что на этот раз разменной монеты будет мой гелик, то вы сильно ошибаетесь. Моя мстя будет куда более жесткой, справедливой и изощренной. Это мать его КамАЗ. И сейчас этот толстяк поедет и устроит настоящую сбучку этой лужи. Вы спросите, почему я снимаю видео с геликом, который я как бы продала. В БГТ купили у меня гелик. И теперь это их проектная тачка. И с их позволения и разрешения я могу на ней кататься. Ну а сейчас серьезно, я думаю, вы соскучились по пушистику, как и я дико по нему соскучилась. Мое золото. В этой серии вы увидите ответ на самый частый задаваемый вопрос. Как этого пушистого убыка мыть? Как вы его мой? Как его мыть? Мне очень интересно, как ты его будешь мыть. Как мыть тачку? Очень много людей у меня спрашивало это, поэтому я решила сделать все эпично. Не просто поехать на мойку и помыть его уже в таком виде, хотя ему, ну, наверное, уже требуется мойка. А залезть на оффроуд в какую-то дикую грязь, усосать его в этой луже по полной программе. Только после этого поехать на мойку и посмотреть, сможет ли он стать опять тем самым белым мишкой. Или он останется навсегда таким же заморышем. Очень много людей спрашивало меня, какой у него будет разгон типа 0-100, когда он попадет под дождь. Потому что под дождем ворс намокает и становится, соответственно, тяжелее. То есть, влага, она же не уйдет, она же питается. Да. Она просто... Тачка едет нормально во время дождя. Да, возможно, она разгоняется чуть-чуть медленнее, плавнее, но это не критично. Кто-то мне говорил, что он будет перегреваться. Я не знаю, как так работает, потому что теплообмен у него нарушен. Но во время жары дикой летом он не перегревался. Может, какая-то у него стоит суперусиленная система вентиляции. Поехали наводить суету. Ну вот так символично я победила эту лужу. Понятное дело, что дальше я проезжать не собираюсь, потому что это глупо. Я сто процентов засяду в соотношении с КамАЗом вы, наверное, поняли, каких масштабов эта огромная лужа под именем Байкал. Эту кучку мы оставим здесь, еще немного ее разровняем. Я думаю, она пригодится тем, кто впоследствии будет проходить эту трассу для оффроуда. И сейчас мы двинем на более лайтовый конфиг, который предназначен именно для того, чтобы засрать гелик по полной программе. Прямо сейчас поставь видосу. На паузу, открой комментарий и напиши. Ангелина, удача, потому что я еще не знаю, что меня там ждет. А ты, скорее всего, можешь промотать и посмотреть. Поэтому просто из-за человеческой солидарности пиши мне слова поддержки. Офигенно! Я просто заново полюбила! Сними и мешай, я просто там пробьюсь. Ребята, вы видите, какие у нас эмоции? Это невыносимо круто. Мне кажется, что здесь эта тачка раскрывает полностью свой потенциал и показывает, на что она способна и зачем ее тестировали в городе Градзе. Вот это тачка! Вот это реально тот, из-за чего она уже никогда не шла. Какой-то камень, камень, не камень, точнее, бревно здесь не просто так поставлено. Что вы думаете? Мы там пройдем? Ты пошел палкой измерять, реально? Все, хорош, штички мять. За работу. Прямо если нормально разогнаться... Я думал, что он уже просто... Он просто останется в этой луже? Ну ты видел, как он начал грести, типа? Да, я думал, он реально просто сработал. Сейчас сработала система, сработали, но они начали просто на выживание работать, понимаешь? Вот сейчас, ребят, за такой хипиш нужно поставить жесткий респект, а сделать это можно пальцем вверх под видео. Сейчас надо понять, не словил ли я гидроудар. Это конец. Вы понимаете, что мы находимся сейчас просто в глухом лесу? И сколько бы мы ни орали, здесь нам никто не придет на помощь. И мы просто проехали эту лужу. Она была дико глубокой, но Герик смог выбраться из нее. Но после чего он просто пал в непробудную кому. Он не заводится. Это примерно похоже на ошибку, которую в прошлом ролике я допустил, типа, заглушить после сразу. Лужи его. Страшно. Лужи его. На, стрел. Да, да? Какой-то котел заливал. Понятное дело, что мы баловались. Делали это просто ради веселухи и какого-то разнообразия в жизни. И в нашей, и в вашей. Порой не надо идти в себя на поводу, на поводу этого чертика, который у тебя сидит на левом плече и шепчет на ухо. Давай, сделай это. И сказать себе, все, стопэ. Повеселитесь и хватит. Надо возвращаться домой, пока это все не зашло слишком далеко. Ура! Просто, как будто, знаешь, бродяги. Они сейчас все излезут. Я вызвал нам помощь. Присаживаемся. Я буквально 10 минут назад говорил, что вот я привез обученного человека, который полностью подготовленный, который умеет все это делать. И вот что сделал обученный человек. Такой дядя бывалый. То есть я бы запаниковал на его месте, а он как бы абсолютно спокоен. Хотя ситуация, по-моему, патовая максимально. Лебедка вещь. Мы на офроуд привезли гели купаться. Как-никак. Самый такой. Так, заскочили. Есть. Ой-ой-ой-ой. Чуть-чуть, пробег. Не стащи меня в дерево. Уебал! Пробило. Колесо пробило. Оно все, оно пустое. Пошел. Недавно у меня произошла интересная ситуация с этим Эксом. Я еду по Кутузе, меня останавливают доблестные сотрудники автоинспекции. Мы что-то с ними поболтали чуть-чуть. Они узнали, что это тачка Димы и попросили открыть дверь. Я сначала не поняла, зачем, а потом, как поняла, открывая дверь, они что-то там посмеялись. Ну, в общем и целом, суть такая, ребят, если вы хотите узнать, какого изначально цвета была тачка Димы, то вбивайте в сторог проверка авто, качайте номерограмм, вбивайте этот номер в строку поиска и смотрите, какой изначально цвет был у этого зверя Димы Гордея. Ребят, у меня были дико пессимистичные мысли и все мои думы были о том, что наш проект с геликом встал минимум на месяц, я дала команду команде, чтобы они начали искать движки там по разборкам и так далее. А потом мне поступил звонок. Звонок от Жени. И он не сказал. Ху... свой гелик тут оставил, забирай уже, блин, он тут стоит, пугает народ, и я уже его как день починил, блин. Поэтому сейчас мы едем его забирать. Так, ребят, мы приехали к нашему доктору Айболиту Жени узнавать насчет пушистика. Что он конкретно сделал по нему, как он его воскресил и что заставило его просто стать колом на том месте. Женя, привет. Привет, давно не виделись. Ну что, доктор Айболиту, рассказывай, что было? На самом деле сложного ничего не было. Почистили датчики, заменили две катушки зажигания и, соответственно, в принципе, все заработало. Ну все, скручиваемся, пойдем. Мы просто его пытались завести полтора часа. Вы могли бы его завести, но там, понимаешь, как фишку попала вода. Но искаженные данные, соответственно, не в тот момент зажигается искра. Но если бы я был с вами, может быть, я его там и завел бы на месте. Поля предлагал, чтобы мы вызвали доктора Айболита с чемоданчиком, чтобы Женя приехал. Я говорю, Женя туда не приедет. Он бы ехал, троил, но он бы ехал. То есть, как бы катушки зажигания залило. А, кстати, датчик АБС у меня так и продолжает гореть. Мы его в итоге не чинили? Уже задний правый мы чинили. Задний правый чинили, теперь задний левый. То есть, наоборот. А, то есть, чехарда у нас такая получается. А там, ну, то, что я говорил, надо пригонять и заниматься электропроводкой. Женя сказал, что он не пустит такого грязного урода к себе. Он просто, как, знаете, такая мокрая грязная псина, которая побежала с улицы. И если она, не дай бог, начнет оттряхиваться внутри дома, это будет такой ахтунг. Будет смерть, просто смерть. Короче, сами мы бы не починили его, если бы... Ну, сами, я думаю, вряд ли. Ну, либо долго бы стояли, ждали, пока пройдет там часов 12, 20, 30. Цать, короче. Да, цать, пока он просохнет, чтобы завестить. Мы думали, что у нас вообще был гидрудар. Вот в этом проблема. Оказывается, что у нас была... Если бы мотор не крутил, был бы у вас гидроудар, но у вас мотор крутит. Когда гидроудар, мотор не крутится вообще. То есть она... Ты ключ поверишь, и она... И все. А у вас он гонял, он крутил. Так ты просто поменял две катушки, получается? Две катушки зажигания. Сколько они стоили? Катушки зажигания стоили, ну, каждая по 2,5. Это бывушка. Сколько времени ты потратила на это все? С ожиданием катушек или без? Без. Без, ну, по факту, часа 2,5. И я там такая, все, мне Мишаня убил мотор. Мама меня в фуру убила. Вызывай ГИБДД, меня машина убила. Спасибо тебе большое, ты опять нас выручил. Я знаю, что ты не очень любишь гелик, но ты единственный, кто может с ним совладать, скажем так. Давай. Счастливо. Что сейчас будет происходить? Я еще больше засру этого белого медведя и превращу его в бурвую мишку. Потом я поеду отжигать и развлекаться. Посмотрю на реакцию сотрудников «Вкусная точка». На реакцию сотрудников обычных мойек, чтобы понять, они вообще возьмутся за мойку вот такого агрегата или нет. И потом в конце. А что будет в конце, узнаете в конце. Погнали. У меня есть вот такое ведро. Сейчас мы будем искать лужи, чтобы еще больше залить эту тачку. Ладно, на самом деле мы просто найдем какую-то грязюку, зацепим сюда, размешаем садой и польем, чтобы эффект грязевой ванны был еще куда сильнее. Потому что сейчас мне кажется, что он все еще белый. Его надо прям замаровать вот так. А ты заметил, что у нас как бы одна лапка, она надута? Лапка? Ну типа колесо, оно же спустилось, когда мы последний рывок делали. Это получается он покрышку поменял или просто залатал ее? Я не знаю, он не говорил. Короче, каким-то чудесным образом наше колесо снова в деле. Сейчас нам осталось только найти где-то грязь. Офигеть! За пять месяцев эксплуатации этого Гелендвагена я только сейчас обнаружила следующее. Смотрите. У него здесь есть стеклоопускатель, подниматель. еще можно включить подогревом жопы на заднем сиденье. Я никогда этого не видела. Чем занимаются блогеры, когда отключили монетизацию? на заднем сиденье. Давай ему достойно, она, подожди, она более, это, более глубокая. Это именно те условия, в которых хотелось бы встретить подписчика. на заднем сиденье. Коктейль готов. yen способ piled А yes! Мебель Этот глядя А есть в чужой табалок. Он чуть не оторвался. Да? Ой, ой, ой. Опрыгни его обратно. Сильнее. Вау! Ты теперь, этот, микеник, давай. Подожди, стой такой... АААААААААААААААА! Честно писать! Я хочу три, чтобы со всех сторон, знаешь, было? Так приятно руками делать. Давай, родная. Чисто в пузе Человека-паука. Да! Человек выглядит, как будто он реально побывал на оффроуде. Прием, прием, 24 на 7 клубы, концертные золы ждут от меня на высоте. Ну, кстати, я послушаю меня. Да, добрый день. А можно, пожалуйста, сделать... Да нет, вы отходите, еще мне понравится. Так, подъезжаем к ухту Акула. Ты? Здрасте. Здрасте. Поздравляю. Она сказала, что я красиво пою. Мне так приятно. Здрасте, а можно я с вами сфоткать, пожалуйста? Да, конечно, давайте. Спасибо, давайте. Сотрудников вкусной точки мы порадовали. Сейчас самое время порадовать сотрудников мойки или, наоборот, сделать их грустными. Вы ждали этого момента очень долго, поэтому сделайте свое внимание особенно острым и просто следите. Так, вот у нас такой медвежонок, его надо отмыть после бездорожья. Как думаете, справитесь? Не раньше, чем часа полтора-два. А только очередь через полтора-два, что закончится? Ну, а за сколько денег? Я вам даже не скажу. Это сложный вопрос. По белому обратно он не станет. Все-то методом проб и ошибок делает. Я удивился, я думаю, что с машиной, когда она заряжала. Утеплился. Не забудьте прямо сейчас взять и скачать номера грамм, чтобы узнать, как выглядела вот эта тачка Димы Гордея раньше. Ссылка будет в описании. Так, ну нам нужно с кем-то поговорить, наверное, да? А подскажите, вот у нас такой аппарат, он не совсем из обычного материала. Я уже не понял. А вы сможете его помыть? Только если, знаете, отштопоривать этот ковер, химчистить и обратно его вот так приступить. Нет, все, прям на месте можно, но просто мало кто за это возьмется. Вы не возьмете, короче? Это на весь день. Но больше 10-15 вам уберет точно. На любой мойке? Да, потому что это химчистка, это ковролин. То есть это такая полноценная химчистка, не салона? Грубо говоря, коврок. За группу говорю. Ладно, спасибо. Я, на самом деле, даже в первый раз вижу машину, так он вообще потерял. Ну, этот парень уже более внятно сказал, во-первых, сколько это по ценнику будет, а во-вторых, сколько реально по времени это займет, потому что 2-3 часа, ребят, ну камон, какие 2-3 часа? И 2-3 тысячи, ну камон, какие 2-3 тысячи, ну уйдё. Короче, влетаем в копеечку ради контента. Вот, хотим вас спросить, сколько будет стоить помыть? Хороший вопрос. Они должны обойти машину 360, чтобы понять урон, который этот гелев причинит мойке. Может, мы попробуем сейчас какой-то участок, чтобы вы понимали, насколько вообще он оттирается. Так, ну у нас есть надежда, что здесь нас отмоют, и более того, нас не прогнали. Это первый локейшн, на котором нам не дали отворот-поворот, и которые смогли назвать точную цифру и точное время работы над геликом, чтобы его полностью вымыть. За кадром они озвучили цифру 18 тысяч рублей и день работы, и ручались, что после их мойки тачка станет ещё чище, чем она была, как только мы её поклеили. Меня радует тот факт, что они хотя бы взялись. Они большие молодцы. Но, чтобы иметь какой-то сравнительный анализ, сейчас пойдём ещё на другую мойку, спросим, сколько там будет стоить, и тогда уже двинем в последнее место. Как здесь страшно! Мы приехали домой и взяли Санчоусу. Познакомьтесь, это Санчоус. Девушка Никитоса. Саня захотела посмотреть, как мы мучимся с этой тварюгой. Здрасте! Здравствуйте! А можно у вас помыться? Можно, можно. А давайте мы сначала посмотрим, какая машина, сможете ли вы её отмыть, а нет, она очень грязная. Да. Вот, гелик. Тысяча рублей. Тысяча рублей? Да. Тысяча рублей вы сможете белым его сделать? Сейчас посмотрим, как они его. У меня так чуть-чуть тяжело, короче. 50 тысяч лайков, скину корзинами этой мойки. И вот настало время для самого вкусного конца. Мы приехали в одну очень дорогую мойку в Москва-Сити, чтобы посмотреть, какую цену, какой прайс нам выставят тут. Я, честно, не знаю, но мне кажется, что прайс заканчивается как минимум на 4, наверное, а может быть и на 5. Посмотрим. Ну что, мне нравится, что сценарная линия повернула совершенно неожиданно для нас и для вас поворот. Мы изначально хотели оставить машину на какой-то ноунейм мойке, которая помоет его за 18 тысяч, потом за 2 тысячи. Но я, честно, опасалась за машину, если бы ее оставили там. Потому что, как минимум, я не могла сказать два слова с этим мойщиком. Это было сложно чисто человечески. А тут мы приезжаем, посмотрите, какую понтовую мойку. Я сказала, что они, скорее всего, нам помоют тысяч за 50, а по итогу чисто 3 500 в комплекс и еще и внутри помоют. Короче, я в шоке, что так классно все обернулось. Коль, я тебя оставлю, чтобы ты подстил, как они это все будут мыть, особенно с крыши. Я не знаю, как они на крышу залезут, но, наверное, помоют. А потом пригоняй к нам. Короче, ребят, есть всего две тачки из Мерседесов, которые я признаю, которые я бы хотела себе. Один это гелик, вторую модель я не скажу, но чтобы узнать, что это за тачка, воспользуйтесь приложением Номерограмм. Вбивайте в поиск вот этот номер. Т621ВС39, поиск. Да, это она. Я, короче, прямо перед ней стою, но вам палить ее не буду. Переходите на Номерограмм, смотрите, что за тачка. Здарова! Мы тут увидели, что ты сидишь, а ты кого ждешь? Комбина. Так, увидел гелик Ангелины? А сколько ты тут уже сидишь? Просто я увидел тебя первый раз где-то минут, наверное, 40-50 назад. Часа два? Пойдем сядешь в тепло хотя бы. А ты давно ее смотришь или как? С 20-го года. С 20-го года? Уже два года следишь? Красавчик. Ну ладно, закатывайся. И вот, вот здесь, видишь? Вот туда садись. Прошло три часа, я вернулась на фотку, но сейчас не о гелике, ребят. Мне Кольда прислал фотку, пока он снимал гелик, я отошла в сторонку. Он мне прислал фотку мальчика, который сидел на улице, сколько? Полтора? Два часа. Ждал меня, чтобы я пришла сюда. И у меня просто рассталывается сердечко, как это мило и круто. Привет. Ты что, реально ждал два часа? Серьезно? А что ты на холоде-то ждал? Что не зашел? Не знаю. Ну привет. Как тебя зовут? Здорово. Ангелина. Очень приятно. Ну что, хочешь пойти вместе гелик посмотреть? Да. Пойдем. Мудрый. Как тебе песик? У него такая прям дубовая шест. Приколись на нем сейчас выехать, и на температуру бы за бортом была минус 20. Просто сразу льдышка такая. Ты можешь его потрогать, не бойся. Он не кусается. Ну, вот я его с тобой. А ты не смотрел мои блоги с ним? Конечно. Что, ты учишься сейчас? Да. В школе? Какой класс? Семь. Молодец. Учись, не бросай учебу, она тебе пригодится в жизни. Молодец. Хочешь прокачивать себя? Конечно. Давай, прыгай тогда туда. Что, Слава, рассказывай, какие там видосы смотришь? Все. Ну, какая тебе тачка больше нравится, Мэй? Гелик или М5? Синенькая, М5 хороша была. Ай, господи, что сейчас происходит вообще? Мы пытаемся снять концовку уже 10 минут, а все потому, что мы дельфинимся со светом. Я гелик поставила на фоне дома, чтобы он красиво смотрелся, потому что мы поняли, что недостаточно света, потому что на улице темно. Поставили Х сюда, чтобы он светил на гелик. Потом я такая, так, окей, я стою рядом с геликом, и как я выгляжу? А выгляжу я распополамленный светом. Поэтому что я делаю? Я принимаю решение сесть вниз, чтобы на мне свет тоже был, но так он смотрится тоже очень ущербно. Тогда мы принимаем решение подойти к гаражу, включить в нем свет. В этот момент мы понимаем, что эти две тачки, ну, вообще не всрались, как бы, к нашему последнему кадру. Вообще, откуда они здесь взялись? Кто их сюда привез? Мне показалась эта серия очень классной. Очень неожиданные повороты судьбы и сюжета. Никто не мог предугадать того, что произошло на оффроуде, и того, что произошло на мойках. Как вы видите, теперь у вас главный ответ всей вашей жизни закрыт. Жду лайка, ребят. Подписки на канал. Ставьте еще колокольчик на видео. Для меня это будет очень приятно. Для вас не сложно, для меня приятно. И что? До новых встреч. Пока-пока.